Господи Иисус Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Я нахожусь в гостях в деревне Потеряевка, в Свято-Анфиновской общине. В гостях уже третий день, или четвертый уже. Встретил Пасху и решил взять отзыв у насельников этой общины, их отзыв у них взять. И первый вопрос хочу задать Владимиру. Меня зовут Виталий, кстати. Расскажи, пожалуйста, Владимир, о себе вкратце, и как ты попал в общину? А вообще сюда именно, да? Ну, о себе в двух словах. Откуда ты? Сам я с Урала, Свердловская область, Артемовская района, село Покровское. То есть я там жил до 26 лет. Мой, как сказать, путь начался с 17-го. Поиск именно истины, Бога. Я искал всегда, именно искал тех людей, которым мне что-либо рассказали, такое хорошее. То есть тогда понятия Евангелия не было у меня, никто мне о Библии не говорил в моей семье. Ну и близких не было, таких верующих. Вот, я, но душа всегда искала. И вот я примерно в 26 лет познакомился с православными братьями, которым мне рассказали, что есть православная церковь, как туда нужно войти, в эту церковь. То есть я два года был в оглашенных. Узнал, что есть такое православное поселок Потеряевка, что здесь есть две общины. Вот, я решил здесь, сюда приехать, здесь принять крещение. Два года я готовился к соглашенным из Эдити во время Тульгии, когда возглас дает священник. Я выходил, то есть готовился. Вот, когда я сюда приехал в 2007 году, принял крещение. Меня окрестил отец Яким Лапкин. Вот, и потом я написал заявление, что хочу вступить в общину, именно, войти в общину, в Крестово-Звиженскую. Это у нас в городе Барнула находится, а здесь Свято-Анфимовское. Вот с этого у меня, кажется, желание появилось именно туда вступить. Именно почему именно здесь, в эту общину, я решил на Алтай приехать, почему бы там не остаться, как бы, вот такой может у людей возникнуть вопрос. Там все-таки у меня братья были, два брата, Андрей Смельягин, Володя Песчиков, через которых я обратился ко Христу. Вот, потому что, как написано 1 Коринфянам, 14 глава, 24 по 25 стих. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет с ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог». То есть у братьев моих, через которых я умер, у них сюда не получилось приехать, иначе они бы здесь тоже жили. Но у меня такой момент был, я один находился, я решил сюда приехать. Вот, и поэтому я принял именно еще здесь крещение. Почему именно в этом? Потому что я увидел в этих людях, что среди них находится Господь, что они здесь собраны, сюда вот именно в дереве потеряю, в Купрестово-Жинск, в общем, Духом Святым. То есть Господь их собрал. То есть ты это увидел, да? Да, это именно в людях увидел. Потому что когда человек, он именно смотрит уже в людях проявления, то есть плоды их, о чем они, Духа Святого. То есть цель, ты еще расскажи, вот цель, самая основная цель была, какая твоя? Жить в православной общине. То есть здесь назидаться, исправляться, в чем-то себя проявить, свои таланты раскрыть, которые Господь мне дал. Ну вот и основные моменты, что тебе дает община, тебе как человека, как христианину, какие блага она тебе дает? Одно из того, что община мне дала, это, конечно, то, что я здесь принял крещение. Если бы такого не было, община, может быть, даже и никогда бы не принял. Покажи о крещении поподробнее. То есть у вас какое-то своеобразное крещение на сегодняшний день. Да, у нас к этому подходят очень строго и серьезно. То есть не просто зашел, тебя покрестили, ты ушел, и опять в миру живешь, как ты жил до этого. То есть до этого ты должен исправиться до крещения. То есть вот как написано в Деянии 2.47, Господь написано, он прилагал спасаемых в церкви, то есть тех людей, которые уже уверовали, услышали весь о Христе, и он вводил их в церковь. А вход в церковь только идет через крещение, то есть погружение троекратное в воду во имя Бога Отца, во имя Бога Сына и Бога Духа Святого. И я когда это крещение вот этому не дало, потом она дает прощение грехов, конечно. Это совершилось, вот как я уже повторюсь, 2 года, я готовился к крещению. Я выходил, изучал Слово Божие, толкование святых отцов православной церкви. 2 года здесь вообще не готовился? Нет, я готовился на Урале. То есть я сюда хотел приехать, просто принять крещение. Даже у меня в мыслях такого, в принципе, я душой-то хотел бы оказаться здесь в общине, но у меня не допускалось такое. А когда я начал здесь готовиться к крещению уже последние дни, я должен был 7 июля принять крещение, а мне отложили на 2 недели. Там у нас как 2 поручителя всегда дается. Каждый человек, который принимает крещение, у него 2 поручителя. Вот я до нового поручителя, Володя приехал, а от Андрея не было ничего. Он там не смог приехать сюда, как на крещение. И потребовали его поручительство, и дождались, пока придет письмо. 2 недели я здесь готовился, у меня этих на Щелаткина. Здесь вот, на дому. И еще 2 сестры со мной также готовились. Потом уже я принял здесь крещение. Ну вот, крещение то есть, да. Еще что тебе, какие приносят блага, община? Я вот, например, смотрю Слово Божие и вижу, что Господь, когда уже верующий входит в общество Господне, это уже начиная с Ветхого Завета, еврейский народ Господь им дает законы, свои уставы. Там есть книга, например, в Исходе, а потом начинаются основные законы 20 главе, о которых второстепенно, это уже второзаконие называется книга. То есть, как жить, как правильно жить, как угодить Богу и ближним своим, то есть, в назидание, во благо, чтобы спасение души их вело. Здесь я, в первую очередь, научился в этой общине жертвенности, то есть, когда ты отдаешь полностью себя на служение Богу и ближним своим. То есть, свое я, свое то, что вот хочу там полежать лишний раз, хочу там лишний раз посидеть, там что-то может, что-то поделать для себя, например, ты уже это откладываешь на какое-то второе место, на первое место для богослужения ближним. В первую очередь, я вот с иначе на всем живу, ну, например, материал записан, видеоролики составляют, что другие через интернет могли познать о Боге, о Христе, свой опыт передать в жизни в церкви, то есть в общине, чтобы другие люди тоже могли брать пример, если он поучительный, назидательный для них. А может, это от отрицательного, то есть, если где-то что-то не так сделали, они могут из этого тоже сделать вывод, что как не надо делать. То есть, это все, это отображается у Инательна еще Лапкина в книгах, его в 38 томах. Больше, конечно, видно, когда видео все снимается. Ну и другие, когда вот, например, жертвуешь, там, для болящих ты ходишь, посещаешь болящих, там, например, вот деревню, ты живешь вот в деревне летом, батюшка попросил дров, на кого ты пошел по колу, там другой подошел, там, матушка подошла, там, что-то теплицу сделать. И вот так каждый своим талантом, какой имеет, он служит для ближних своих. То есть, в общем, ты можешь себя раскрыть, все свои таланты, которые тебе Господь дал. Ну и получить другие таланты, опять же, от своих же ближних. То есть, ты у них можешь многому научиться. Я с одним братом, там, из Кольца-Возреженской общины, Игорем Дубновым, он мне научил отделки квартир. Как уж, я, говорится, делать, там, как, это, не сказать, что уж сильно отлично, но он меня научил этому. Вот, научился, та же, мне Игнать еще много дал, научил, как вести себя, как любить Слово Божие еще больше, то есть, как в него вникать надо. Потом, еще научаешься, чтобы Слово Божие было живо и действенно. Например, вот я жил на Урале, рано я вставал, но иногда у меня это происходило, как сказать, по разным временам. Вставал, например, 4, потом начал вставать 5, потом уже начал до 7 скатился. Вот, а Сигнать еще живу уже постоянно, 4,40. То есть, постоянности научился. Всегда, все во всем, не только в это, именно, утрем вставание. Ну, как тебе эти ранние подъемы? По первости, да, сложновато было, я даже, ну, как сказать, про себя какой-то небольшой такой ропот, хотелось лишний раз там как-то где-то вздремнуть. Ну, а потом, вот, может, уже несколько лет, уже прошло года два, уже я вошел в этот режим, то есть, мне уже стало свободно. И я это понимаю, что я вошел именно не просто там, Игнатьич научил меня научил, а там меня Господь научил, согласно своего слова. Потому что в слове, как в Псалтире книге сказано, что царь Давид говорит, встану рано, предваряю рассвет, на слово твое уповая. То есть, рано встал, помолились, слово Божие изучай спокойно, не торопясь никуда. А то бывало, что там на Урале соскочу, часов 7-8 ты уже должен быть на работе. То есть, у тебя все происходит быстро. Быстро помолился, быстро почитал слово Божие, 1-2 стиха, и побежал, на поел, и побежал на работу. То есть, главное качество, что в общем, это именно жертвенности научаешь. Ну и много друг от друга берешь хорошего, полезного для себя, для спасения души вообще. Ну, какие еще там, в общем, она... Ну, вот летом лагерь, есть детский лагерь трудовой, может, о нем расскажешь, что он тебе дает, когда ты с детьми... Да, в общем, еще дает то, что есть общее дело. У общины всегда есть какое-то общее дело, которое помогает быть воедино. В первую очередь, это, конечно, благовестие. Благовестие, оно проявляется в разном. Можно ходить, вот как у нас, конечно, в Азинской общине, там ходят они на благовестие по городу. Я там участвовал тоже, когда зимой живу с братьями, с сестрами. Вот. Потом ходим по квартирам, там в разные учреждения заходим. Ну, одним словом, Господь открывает сердца людей и двери. Как отношения, когда вы по квартирам ходите, какое, по-моему, отношение? Разное. Я скажу, что вот в квартирах, в городе именно, люди более закрытые. А когда мы ходили в деревню, из дома в дом, там люди более открытые. То есть люди здесь более насторожены. Может, она их лучше, потому что много обманщиков людей ходит. То есть людей завлекают в разности. Ну, вы бы ко мне пришли, я бы сразу, по-моему, еговисты, не меньше пришли. А я еще, к чему вы начали, еще рассказали о лагере. То есть это вот лагерь, именно детский православный лагерь здесь, в деревне Потерявка. Это общее дело именно наших двух общин. То есть это именно как Игнаш Чилович Лапкин, он говорит, главное, что он выработал для себя такое, как бы, предложение, ну, как называется? Девиз. Девиз, да, что дети воспитаны во Христе. То есть самое главное. Вот с этого, что с ребенка все начинается. Потому что там, вот когда среди верующих находишься вообще, где-то я был на Урале, видишь, что ребенка неправильно воспитывают. Совершенно неправильно, потому что Слово Божие не читают, не вникают в него. У Бога не просят мудрости в научении детей. Отсюда все беды идут. То есть научают, как они думают, как они хотят это сделать. А в оконцовке ребенок порастает, не знающий Бог, агаист, и потом начинает их же давить, этих самих родителей. А здесь мы в лагере, у нас все строго, по уставам. То есть в первую очередь любовь к Богу, любовь к Библии, любовь к воспитателям, ты должен послушание проявлять к старшим. На учении идет, конечно, любовь и послушание к родителям проявляется. Любовь к труду проявляется. То есть, чтобы ты полюбила своими руками трудиться, как апостол Павел говорит, что должны трудиться своими руками, чтобы выделять нуждающимися от этого. Ну и это первая заповедь была еще, когда согрешили Адам и Емам, Господь говорит, что в поте лица своей будешь добывать хлеб свой. А как, кстати, дети, когда им уже придет время уезжать, как они? С удовольствием уезжают или со слезами на глазах? Ну, при мне таких случаев не было, конечно, просто со слезами. Ну, я так как бы утрирую. Да, но от Игнатия, что были такие дети. А в основном у них, как вам сказать, вот эта строгость жизни, вот то, что у нас в лагере, хотя у нас есть и игры, и все, и им бывает иногда тяжеловато первые, когда... Первые дни, да? Да, первые дни. Там две недели идет оккулимизация, потом они привыкают. И уже в конце, когда уезжают, они говорят, мы обязательно на следующий год приедем. То есть появляется желание дальше продолжать практику? Желание, да, потому что молитва все очень много решает. Мы же молимся. Плюс разбор постоянно поведения детей. Им самим это потом нравится, что он начинает сам исправляться. Видно, что он начинает уже... Смотришь, уже Новый Завет у него появляется, хоть из этого не появляется в руках. Очень хорошо. И вот такой вопрос у меня еще есть заготовлен. Представляешь ли ты жизнь свою дальше вне общины? Как? Ну, у меня, как говорится, я один момент был такой в жизни, когда я не пободрствовал и представил, что свою жизнь именно вне общины. Я решил отсюда уехать, уехал, и там со мной на Урале случилось падение, но это Господь вразумил меня через это. Я понял, что Господь мне назначил здесь ячейку, то есть свою полочку в этой общине, именно здесь, на Алтае. И что я должен здесь, именно свои таланты приумножать для славы его, для ближних моих. Через это Господь меня вразумил, как вот я часто вспоминаю пророку Иону, в который бежало лица Господня. То есть Господь послал его Ниневию идти проповеды, чтобы они покаялись, а он решил в другую сторону бежать, тем самым точно так же и я. За что, конечно, был наказан. Но по милости Господь дал восстать, то есть восстановиться. Нет, я думаю, что, во-первых, ты в общине, ты не только раскрываешь, плюс твои недостатки. Другие люди, написано у апостола Павла, назидайте друг друга. То есть по слову Господь назидайте. Ты видишь, что он что-то, брат, не так делал. Ты ему расскажешь. Потому что, вот как я прочитал, 1 Комиссия, 14 глава, что когда зайдет вам неверующий или незнающий, он всеми обличается, всеми судится. То есть обличение всегда, оно присуще. Потому что без этого, если соли не будет, ничего и не будет. То есть вот эта соль именно, обличение. То есть она помогает быстрее возрастать, да? Да, возрастать именно в вере, совершенствоваться. Дальше Блаженный Филак, он пишет, вот когда написано, что слова «переходя там нет», а именно «от веры в веру» написано. Римлянам 1 глава 17 стиха апостола Павла. И толкование Блаженный Филак дает, что именно когда ты уверовал, вот одна вера, ты должен иметься к совершению. То есть быть в вере уже непоколебимым в чем-то либо. То есть во всем вере непоколебимым. То есть бывает, что ты там в чем-то сомневался в начале верования. Может там тебе веры в чем-то не хватало, даже там в написанной Библии. А Господь постепенно, постепенно дает тебе эту совершенную веру. То есть ты уже приходишь, даже может, многие ты законы в Западе исполняешь уже сперва как раб. То есть тебе это, знаешь, что за это будет страшный суд, наказание. Потом ты уже исполняешь как этот наемник, а в третьем уже как сын. То есть уже по любви к самому Богу, Создателю. Конечно, помню я о его жертве, которую он принес на кресте, пролитой его почистой крови за нас. Мне вот еще очень для меня как бы новое открылось вновь. Я недавно, как бы я у верующих, были всякие взятые падения. И за всю свою жизнь христианскую, верующую, сознательную, верующего человека, я не встречал практически, разве только что у сектантов, моление своим языком, своими словами. Насколько вот оно, для тебя оно приемлемо, что оно тебе дает, именно моление своими словами, на молитве? Ну, слово само молитва, это означает живая связь с Богом. То есть живой именно бесед, диалог с Богом. Господь в основном с нами говорит через свое слово. Мы с ним говорим в молитве. То есть мы открываем свои желания, как апостол Павел говорит, открывайте свои желания перед Богом. И мы смотрим, если в Святую Библию смотреть, везде всегда, начиная с Ветхого Завета, там Адам беседовал с Богом в раю, тоже своими словами. То есть там дальнейшие пророки, Авраам беседовал с Богом своими словами. То есть он открывал то, что у него на сердце лежит. Потом Соломон, перед открытием, как сказать, когда он построил храм Господень, он говорит, Господи, что помоги, услышь тех людей, кто придет сюда, даже иноземья, из которых придет его услышать. В Новом Завете мы неоднократно видим, что святые молились в жития святых. У нас в Православной Церкви есть большой, как говорится, духовный опыт святых отцов, там Ян, Златус, другие. Все всегда молились своими словами. Когда молитва составляется, какие-то вот, как мы у нас молитвословие читаем, это только тебе, как подспорье своего рода, чтобы ты знал, о чем молиться, как молиться. Как Господь, ученики подошли, что Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников молиться. И Господь дал в образец Отче наш. Чтобы ты не просил что-то пустое для себя, а именно то, что касается такого, непосредственно, которое тебе нужно в этой жизни, и то, что указывает на вечность, чтобы спасти душу свою. То есть всегда, это вот у меня самообращение, я понял, что надо молиться своими словами. И до сих пор уже уверен, что если человек просто молится, как сказать, по-написанному, а сам как-то свою душу перед Богом не открывает, это можно сказать, что мертвая какая-то молитва получается. То есть заученная. Ну есть такое. Потому что даже те молитвы, которые мы читаем, это те люди, которые молились своими словами. Вот даже молитвослов-то, они же это свои слова. Псалты книгу читаем. А то царь Давид молился своими словами, и он записал ее. То есть пример это есть у нас. На меня очень сильно вот этот, для меня это положительный пример, он на меня повлиял. Я сейчас навыкаю постепенно, мало-помалу, вхожу в эту практику своими словами молитвы. Ну и напоследок, что бы ты, какое бы ты напутствие дал, может, совет, тем, кто находится в поиске, кто хочет духовного совершенствования в христианстве православном, что бы ты им, какое бы ты им дал напутствие, Владимир? Ну, как согласно моего личного опыта, конечно, найти такую же общину православную, которая именно церковь, где есть священство рукоположное, что бы были таинства, через которые ты мог, как вот причастие, что ты мог иметь жизнь в себе, как говорится, духовно именно, что в духовно ты мог развиваться. Вот. И вместе назидаться с этими людьми. Вот. И умножать эти таланты, которые тебе Господь дал. Ну, тоже самое, что и я прошел. Хотя еще мы находимся, как говорится, мы несовершенны, да, мы в пути находимся. То есть Господь нас еще вразумляет, очищает, чем-то наказывает, говорится, обличает. Вот единственное, что, как говорится, главное. Все-таки жить лучше в общине, что ведет более к спасению души. Потому что один, ты не знаешь, ты не видишь многие за собой какие-то либо недостатки или грехи даже. Даже если ты их видишь, ты в себе их как бы немножко заглушаешь. Ну, вроде, ну, подумаешь, там не так сделал, подумаешь, забыл, подумаешь, там что-то ближним своим в чем-то не помог. Вот. А перед Богом-то это все записывается. Что и перед... И когда ты можешь воскреснуть на суд Божий, Господь сказал, а я не знал ли тебя, отойди от меня, делающий беззаконие. То есть, ты не жил, ты не хотел жить среди людей, верующих тебя. Потому что даже вот молитва Господня, это Евангелие от Иоанна 17 глава, Господь молится не об одном человеке, Он молится о верующих во имя Его. И говорит, даже просят Отца Небесного о тех людях, которые будут веровать в Меня по слову их, то есть, по слову апостолов. То есть, обязательно должна быть община. Потому что все друг друга знают, все друг другу помогают и стараются помочь, чтобы вместе вошли в жизнь вечную. То есть, вместе со Христом наследует жизнь вечной. Прости Господи, Оглеста. Аминь. Аллилуйя.